МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Кто придумал творожный сырок? История умалчивает. Даже самым-самым следопытам от кулинарии не удается установить ни имя родителя, ни место рождения этого творожно-глазированного лакомства. Да может быть, это и ни к чему, главное, вкусно. Здравствуйте, дорогие друзья! А насколько полезным может получиться, если устроить день сырка, как мы сегодня, полезно на те 100% точно. Начинаем. Известно, что рецептура приготовления сырков была известна узкому кругу технологов молочной промышленности Советского Союза в 30-е годы. Но массового производства тогда налажено не было. Впервые Москва и Ленинград вкусили лакомства только в 50-е. В следующее десятилетие глазированные сырки появились на прилавках крупных городов страны. Сладкий ванильный вкус сырков очень нравился детям. А ломкая шоколадная глазурь для многих была отдельным лакомством. Можно было осторожно снять пластинки шоколада с творожной основы, отложить их в сторону, сначала слопать тающий во рту творог, а потом приняться за глазурь. А можно было и наоборот. В конце 80-х годов творожные сырки стали дефицитом. В начале 90-х снова появились на прилавках, но только двух видов. Ванильная и какао. А вот ориентировочно после 95-го года ассортимент расширился. Появились и с самыми разными наполнителями, и с печеньем, и с самыми разными прослойками. Первые глазированные сырки упаковывались в фольгу, которая не обеспечивала продукту герметичность, поэтому срок годности таких сырков составлял 3 дня, не больше. После внедрения герметичной упаковки стало возможным продлить срок хранения до 15 суток в холодильнике и до 60 в замороженном виде. И вот тут как нельзя, кстати, будет упомянуть то, что к подлинности творожно-десертной радости не имеет никакого отношения в сырках. Очень много сахара, в среднем 3 чайные ложки в одном изделии. Много жира, 23-26%, и это, как правило, растительные тяжелые жиры. Поэтому диетологи категоричны как десерт от случая к случаю. Да, как ежедневный завтрак. Нет. Однако последнее нет вновь превратить в положительный ответ проще простого. Просто взять и приготовить. Вот это сейчас остается. Только заморозить. Творожные сырки. Соединить творог, сливочное масло, сгущенное молоко. Взбить в блендере до однородности. Распустить на водяной бане шоколад из массы сформировать. Бросочки сырочки выложить на фольгу. Облить шоколадом. Убрать в морозилку для застывания. Получатся такие творожные эскимошки или творожно-мороженые конфетки. Приветствуется. Приготовление вместе с детьми будет и вкусно, и увлекательно. Удачи, приятного аппетита. С вами была Жанна Соловьева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова